Чудо какое! Куст горит, куст в огне, не сгорает. Моисей! Я! Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Пескака и Якова. Вижу я народу, страдания народу моего в Египте, Слышу их стон, знаю их боль, Повелеваю Тебе, иди к фараону и выведи мой народ из Египта. Господи, почему я? Я старый больной человек, я заикаюсь, я плохо говорю на иврите. А кто, по-твоему, дает человеку рот, глаза, уши, если не я? А сейчас иди, и буду я при устав твоих, и научу тебя, что говорить. А на помощь даю тебе брата твоего, Орона Олеви, он встретит тебя в пустыне, и будет он говорить к народу вместо тебя. И пребуду я с вами, и будете выполнять волю мою. Господи, Аня, чего тебе не хватало? Ты что, сюда приехала полы мыть, что ли? Боже мой, уважаемая семья, две квартиры, две машины, нет экономики ей захотелось. Вымыть полы им хочется. Боже мой, когда они мне раздалили. Я приехала в Израиль, прожила несколько лет и не работала. Как-то ко мне пришла моя дочка, Беллочка, и говорит, мама, ты хочешь работать метафеликой? Я говорю, что ты хочешь сказать? Чтобы я унитазы мыла, чтобы я подмывала, убирала. У меня у самой было 30 лет жила Мария и все делала. А здесь теперь я буду как Мария? Она говорит, мама, тебе стоит только перейти эту грань, и все пойдет как по маслу. А я договорилась с одной бабушкой с ней работать, у нее работать. Она мне сказала, а вы придете к 9 часам. А я говорю, ладно. И я пришла на 5 минут раньше, потому что автобус пришел раньше, и я села и приехала. Она говорит, Макарат, почему ты раньше пришла? Я говорю, ну автобус же пришел. Она говорит, иди 5 минут, постой за дверью, а потом придешь. Вот такая была противная женщина. Женщина, такая нехорошая, я ее не любила. И вот я познала, что такое работать метафеликом. Очень была вредная бабка. Правда? А я метафеллера детей. Первыми у меня были мальчик и девочка. Девочка старше мальчика. Но мальчик был такой агрессивный, он готов был всех убить. И очень сильно избивал девочку. Я вынуждена была сидеть между ними постоянно, чтобы они не дрались. Но прошло время, мальчик превратился в красивого, хорошего юношу. И недавно я гуляла на его свадьбе. Пришла работать в спецшколу с детьми-инвалидами. Хинук-миуха. Дети в основном колясочные, умственно отсталые, тяжелые дети. Работа тяжелая и грязная, слюна бежит. Еду бросают на пол. Собрался педсовет. Новая директриса знакомится с коллективом. Хочет услышать каждого. Я новенькая, без ульпана. Дошла до меня очередь. Я выучена. На работу, как на праздник. Полная тишина в зале. И вдруг общий смех. Мишуга. На работу, как на праздник. Да, я так привыкла работать. В той жизни так работала. И буду продолжать здесь. Так же работать. За два месяца схватила иврит. Кругом ивритоязычные учителя, помощники учителей. Молосот. Имолосот. Браво.